Здравствуйте! Сегодня разговор по существу у нас пойдет о федеральном законе, который вступил с 1 января текущего года. Это так называемый закон о Диме Яковлеве, который запрещает усыновлять американцам российских детей. У нас в студии сегодня член фракции «Справедливая Россия» в Государственном Совете Чувальской Республики Леонид Геннадьевич Лукин. Здравствуйте! Добрый день! У нас, естественно, первый вопрос. Вы, как член партии «Справедливая Россия», поддерживаете этот закон? Вы знаете, отношение к этому закону, да, наверное, как и у большинства нормальных людей, достаточно неоднозначное. Вот. Есть много положительных моментов, так? Лично мы, в принципе, давно и думали об этом, и выступали за это, что вообще в честь чего мы своих детей отдаем за рубеж, ну и в частности в Соединенные Штаты. Да, так. У нормального человека всегда возникал этот вопрос. Но, с другой стороны, у школы так сложилось, что мы не можем пристроить наших детей нормально, в хорошие руки, образно говоря, что у нас достаточно много детей-сирот, больных, инвалидов, так? Которые, в принципе, оказываются, по большому счету, ненужными, так? И если есть такие люди, пусть и в зарубежных странах, пусть и в Соединенных Штатах, которые хотят усыновить и, возможно, дать хорошее образование, вылечить их в конечном счете, то, конечно, возникают вопросы. Для чего и почему? Для чего тогда запрещать? Ведь, что бы там ни говорили, но по статистике, среднестатистический усыновленный российский ребенок, который живет в Америке, он в целом живет лучше, чем жил бы здесь или даже усыновленный здесь. И от этого, в принципе, тоже никуда, потому что, само собой, то есть более высокоразвитая страна, более высокий уровень жизни, так? И, само собой, в целом, судьба у них складывается лучше, чем у нас здесь. Поэтому тоже здесь не надо гневить, как говорится, Бога, вот. И если нормальные люди хотят усыновить нашего ребенка, даже инвалида, то почему бы его не отдать туда? Да. Другое дело, здесь, конечно, возникает масса вопросов, что на этом вот и бизнес определенный уже выстроен, так? На усыновление детей, особенно тех, которых забирают в Америку, вот. И там тоже, по большому счету, нельзя сказать, что однозначно все складывается благополучно. Примеры такие мы видим, и есть они, так? Поэтому уж такого жесткого, однозначного ответа мы не дать не можем. Поэтому при голосовании в Государственной Думе наша фракция, наверное, дала больше всего протестных голосов против этого закона. Ну, разделились. Да, мнение, голосование было свободным, мнения разделились. Леонид Ильич, как Вы думаете, ну, раз мы как-то ограничили людей, да, вот, например, с той стороны, мы же, наверное, как-то должны стимулировать и наших усыновителей, чтобы нас больше усыновляли, и, как бы, вот это, что положение, вот это, как бы, улучшилось. Ну, да, чтобы не получилось, вот, действительно, собаки на сене, и сам не ням, и другим не дам, значит, нужно проводить государственную политику таким образом, чтобы у нас, в России, в итоге не оставалось непристроенных детей. Конкретно, значит, перечень целых, целый перечень законов направлены на, вот, ликвидацию, образно говоря, вот, и беспризорности, и бездомности, и ликвидации сирот, в конечном счете. То есть, ну, стимулировать, конечно, нужно российские семьи. Определенные льготы, конечно, должны иметь те семьи, которые берут чужих детей, детей, воспитывают их, в конечном счете, они становятся ихними. То есть, что значит усыновить ребенка? Это сделать его своим, во всех смыслах этого слова. Ну, в этом у нас направлении, наверное, в республике что-то тоже делается. Вот вы, как законодатель, член парламента республики, вот, принято соответствующий закон, я так понимаю, есть у нас, значит, уполномоченный по правам ребенка. Да, сейчас введен такой институт, уполномоченный по правам ребенка. Вот, кстати, наша фракция тоже выступала за это, давно уже достаточно. Вот, в конечном счете сейчас во всех регионах введен этот институт, в том числе и у нас. Вот, ну и сейчас на уровне республики, из республиканского бюджета, вот, существуют определенные добавки, в том числе и за усыновление детей. Потому что, я думаю, ситуация как-то может измениться, наверное, лучше. Денег, конечно, всегда не хватает, вот, но здесь, раз, тем более, этот вопрос затронут на самом высоком уровне, то есть Государственная Дума приняла этот закон, то мы вправе рассчитывать, конечно, и что будет внесен ряд поправок в уже существующие федеральные законы, и, возможно, приняты новые законодательные акты, чтобы в конечном счете ликвидировать вот это вот вопиющее безобразие, конечно. Вот, в вашей фракции как-то будет в этом направлении работать в ГУССР? Республики. Будет, будет. Мы сейчас обсуждаем, вот, в развитии этого закона Дима Якулева, по крайней мере, на уровне республики, вот, чтобы, раз мы сказали А, нужно говорить и Б. Будем вносить соответствующие законопроекты. Бывает, ваши депутаты выезжают в детские дома, вот, как-то принимают участие? Только в личном порядке. В личном порядке. Да. Есть какие-то результаты? Ну, были, например, я вот... Кому-то привозим игрушки. Есть у нас ряд бизнесменов, которые вот... Поддерживают и дальше идей вас. По личной инициативе, вот, в той или иной степени спонсируют, помогают подобным заведениям. Но какой-то стройной такой государственной системы, конечно, еще очень и очень не хватает. Ну, это, думаю, в будущем, как бы, есть соответствующие федеральные законы. Дай Бог. Но для этого нужна, конечно, вот, жесткая государственная воля, политическая воля. Спасибо, Ленин Гадачев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова